Субтитры подогнал «Симон» Мудийская пустыня. Почему она носит такое название? Потому что, когда отделили землю между коленом и бетаваром, вот, кстати, справа пасутся овцы, прямо библейская картина, это же овцы, вот и вы. Паломнические туры. Они представляют нам большой выбор маршрутов, начитанных и знающих гидов, организуют наше путешествие во всех деталях. Сидя в автобусе с кондиционером, понимаешь, что о таком комфорте могли лишь мечтать наши предшественники из прошлых веков. Но всему свое время, и пусть мы не идем пешком по Иудейской пустыне, мы все равно движемся к водам реки Иордан, святому месту для паломников. Река Иордан берет свое начало в Ливанских горах. Ее протяженность около 300 километров. Когда-то, в библейские времена, она была гораздо более полноводной, но сейчас, как говорят здесь, ее воды активно используются для орошения, поэтому вот она немного уменьшилась. Перед тем, как мы окунемся в воды Иордана, маленькое отступление. День Крещения Господня – важный и значимый праздник для православных. Несмотря на мороз и снег, мы спешим к своим Иорданям, которые каждый год появляются на озерах, реках, рядом с храмами и даже на улицах города. И вот, оказавшись на берегу той реки, где проходили эти события, поначалу не веришь своему счастью. Здесь людям была явлена в видимых и доступных для человека образах Святая Троица. Голос – Бог Отец, Голубь – Бог Дух Святой, Иисус Христос – Бог Сын. Здесь проповедовал Иоанн Предтеча, и сюда мы можем прийти с молитвой и покаянием. Главное, Господи наody делает Бог из brewingonen. Главное, Господи на водах, пусть и глаголя, Придите, примите вси, Духа премудрости, Духа разума, Духа страха Божия, Ящика гося Рейца. Днесь года свящается естеством, И разделяется Иордан, из своих хвостов защищает струи, Владыку Зре крещаем. Начинающим паломникам всегда говорят, что не надо бояться вот такого вот светло-коричневого цвета этой воды, потому что просто дно очень глинистое, и из-за этого возникает вот этот вот цвет. Бесстрашный проповедник и обличитель неправды, таким предстает для нас святой Иоанн Креститель, ближайший предшественник Иисуса Христа, предсказавший пришествие Мессии и обезглавленный по желанию иудейской царицы Иеродиады и ее дочери Соломеи. Ну и после, и до предтечи Господа подвязались в этих местах святые подвижники. События Ветхого и Нового Заветов разворачиваются здесь. Недалеко от этого места вознесся пророк Илья, ну и также эта река известна тем, что ее перешли израилетяне вместе с Иисусом Новином. Иисус Новин – преемник пророка Моисея. Введя еврейский народ в землю обетованную, после окончания войны Иисус Новин разделил землю между коленами Израилевыми по жребию. После 25-летнего управления он мирно скончался в возрасте 110 лет. Ну вот, водитель паломнического автобуса дает нам понять, что время двигаться дальше. Вот уж чем мы точно отличаемся от пилигримов прошлых веков, так это тем, что наш жесткий график строго регламентирует время пребывания на Святой Земле. За нами выстроились уже другие группы пилигримов из разных уголков земного шара. А мы едем дальше, в еще одно святое место – монастырь Герасима Иорданского. Святого Герасима многие считают небесным покровителем животных, и это не случайно. Сначала Святой, став монахом, подвязался в пустыню Египта, а позднее пришел на берег реки Иордан, где основал монастырь и стал его настоятелем. Строгая монашеская жизнь была в этой обители – посты, молитвы и уединения. Сам Святой не раз уходил в пустыню на молитву. И как-то он видел льва, Святой Герасим тоже человек, испугался немного, когда лев на него бросился, но потом заметил, что лев как-то своими глазами пытается ему что-то сказать. И когда Святой Герасим к нему приблизился, лев протянул ему лапу. В лапе была заноза. Святой Герасим вынимает эту занозу, и с того времени лев и Святой Герасим стали неразлучны. И вот льву, как и любому другому, живущему в монастыре, было дано послушание – спровождать ослика, который ходит за водой. Ведь монахи пьют воду из Святого Иордана, а от лавры до реки – целая миля. Однажды, когда лев пас ослика, тот далеко ушел от него. А тут из Аравии проходили погонщики верблюдов. Они увидели ослика и забрали его с собой. Лев, не уследив за ослом, вернулся в лавру к Кавве Герасиму очень печальным и угрюмым. Братья говорили, что не стоит доверять хищному зверю ослика, что в какой-то момент его хищная природа возьмет на дневник. Святой Герасим решил, что лев съел ослам, поэтому сказал ему – «Все, что делал осел, отныне будешь делать ты». И вот с той поры на льва, по велению старца, навьючивали короб с кувшинами, и он возил воду. Правда, через какое-то время ослик вернулся вместе с теми погонщиками, и они, испугавшись льва, убежали, оставив животное его провожатому. А закончил свои дни лев на могиле преподобного, долговое и оплакивая своего спасителя. Монастырь святого Герасима Иорданского очень любим паломниками. Здесь чувствуется благодать. Это настоящий оазис в пустыне. Цветут прекрасные растения, поют птицы. Очень не хочется уходить отсюда. Здесь вас встретят гостеприимно и теплом, предложат напитки и сладости. Традиции такого отношения к паломникам идут из древности, ведь пустыня – место опасное, и если ты можешь помочь путнику, ты непременно должен это сделать. Так случилось и две тысячи лет назад, когда Мария и Иосиф Обручник вместе с младенцем Христом бежали из Вифлеема в Египет. В пустыне они скрывались в пещере, пока не дождались каравана, с которым вместе могли бы двигаться дальше. В память этого события в монастыре есть икона Богородицы – млекопитательница, на которой Царица Небесная изображена кормящая младенца Христа. Помолившись у святого образа, мы выходим из монастыря, не забывая еще раз посмотреть на его красоту и отдохнуть в тени зеленой листвы. И, конечно же, паломники стремятся сфотографироваться вот с этим замечательным львом. Все знают, как он связан с Герасимом Иорданским. Когда-то святой достал у него из лапы за ножом, за что лев, которого святой Герасим назвал Иорданом, верно служил ему. Надежный страж святой обители провожает и встречает всех приходящих сюда. И мы бросаем прощальный взгляд на это удивительное место, где грозный лев становится верным другом, сад возникает посреди пустыни, а монастырь, который неоднократно захватывался, был разрушаем и пребывал в запустении, вновь ждет паломников на святой земле. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ